Кошка. Зверь Велесов. Дикие кошки и рыси – лесные хищники, наделенные острым зрением, невероятной гибкостью, живучестью и терпением. За ночной образ жизни была причислена к вредным духам и силам. С самых давних времен кошки живут рядом с человеком, и лишь дикие рыси до сих пор остаются грозой северных лесов. Известна любовь кошек к ласке, домашнему теплу, чистоте и уюту. Вместе с тем кошки – самые независимые и гордые животные среди прирученных человеком. Если кошка – ярко выраженный женский образ, животное, любящее домашний уют, то кот – вольное, бродящее существо. Ученый кот Баюн – рассказчик. Частый гость славянских сказок. Его звучный голос отпугивает духов на многие версты вокруг. Кошки привязаны к дому более всего, даже больше, чем к хозяину. Бывали случаи, что кошка оставалась в старом холодном доме, когда люди переселялись в новый. Этим кошки напоминают домовых, верных своему углу до полного его разрушения. Черных кошек считали помощниками колдунов и ведьм. Встретиться с ними – плохой приметой считалось. На кошках и козлах разъезжали колдуни. В тело кошки может вселиться враждебный дух, спасаясь от преследования или для проникновения в жилище человека. В таком виде ведьма может до смерти укатать лошадь или даже человека. Оборотня кошку еще называли кошкалаком. Кошка, перепрыгнув через мертвеца, непременно обратит его в вампира. Убивший кота навлечет на себя семь лет бед и ненастий. Время кошки – зима. Цвета – черный, белый. Пословицы. Черный кот хвост из трубы кажет. Дым. Белая кошка лезет в окошко. О рассветном солнце. Кошка умывается, гостям или перемене погоды. Лежит кошка брюхом вверх, к теплу. Прячет голову к холоду. Распушает хвост, это к метели. Кошку девятая смерть донимает. О живучести кошек. Язык блудлив, что кошка. Сболтнул бы коток, да язык короток. Вдохม, откуда вы сидите. Распушает хвосток в тек Nós.